Привет, 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 большущий привет, друзья! Сегодня очень хорошая новость. Состоялся матч у нас сборной Чехии и сборной России по хоккею в рамках европейского чешского хоккейного тура. И одна из команд у нас, ну, если вы догадались или не догадались, если вы смотрели игру, то вы знаете про кого я, если вы не смотрели игру, то я вам немножко о ней расскажу. Конечно, сегодня же наши ребята молодцы, все намного лучше, но не прям сказать, что прям все вот так вот грандиозно и замечательно. Очень много, конечно, ошибок, очень много, конечно, недочетов, недостатков, но все-таки и все-таки и все-таки наши сегодня молодцы. Как я и говорил, то, что немножко у нас тренера поменяли игроков. Сегодня у нас в игру вернулся Сергей Мазякин. На ворот у нас стал за место Андрея Василевского Илья Сорокин, вратарь команды ЦСКА. Также в команде сегодня у нас не было Влада Намесникова, Никиты Кучерова и Виктора Антипина. В первом тайме, конечно, у нас игра была просто, ну, наверное, не катилась ни в какие ворота. Наша сборная, скорее всего, больше бегала за шайбой. Чехи же великолепно контролировали шайбу. Много у нас проигранных вбрасываний. В первом периоде у нас удалили Зуба и Проворова. То тут, конечно же, чехи у нас не растерялись. 5 на 3 игрок сборной Чехии Шулак щелкнул от синей линии. Шайба пошла за ворота, ударилась об борт, скачив на клюшку Гику, и тот спокойненько забил в пустой угол. Закончился у нас первый период со счетом 1-0. Не в нашу пользу, к сожалению. И во втором периоде здесь наша команда, видимо, после перерыва что-то им знарок сказал, начали играть немножко получше, побыстрее, поострее. Здесь же надо отметить у нас то, что хорошо сработала связка питерской команды СКА, а это Додонов, Гусев, Шипачев. И в итоге вышли двое-надвое на ворота Чехов, вратаря, Мразык. Шипачев сделал у нас аккуратно подкидку на Додонова, который с нескольких метров поразил ворота Мразыка. Комбинация была разыграна просто по нотам. Великолепно просто был гол от Додонова. Ну, в принципе, царь Додон сделал свое дело. Но, к сожалению, недолго мы радовались, потому что Чехам это не понравилось. Как же так? 1-1. Ничья. Их это не устраивает. Они хотят выиграть. И тут Чехи провели атаку по правому флангу. Коварш прострелил на пятак. И шайба. После рикошета от Враны, между щитков Ильи Сорокина, угодило в наши ворота. И счет у нас становится 2-1. Не в нашу пользу, к сожалению. Во втором периоде у нас также шайба долго не задерживалась, как хотелось бы. И незадолго, до конца второго периода, конечно, в нашей сборной был великолепный шанс. Потому что Ничушкин долго кружил в зоне Чехов. И сделал пас в центр на Гаврикова. И, к сожалению, Гавриков не попал в дальнюю девятку. И со счетом 2-1 мы уходим на перерыв. Впереди третий период. И третий период мог, конечно, для нас повернуться окончательным омрачением. Потому что Проворов в своей зоне потерял шайбу. И на синей линии пришлось фалить. Тем самым шведские судьи назначили буллит в ворота Ильи Сорокина. И, слава богу, Илья Сорокин справился. И гол не был реализован. Но потом Проворов у нас все-таки исправился. И Келегин отдал передачу на подключившегося Проворова. Ваня немножко подвинулся вперед. И с кистей зарядил прямо под перекладину в ворота Мразыка. И счет у нас становится 2-2. А и тут надо сказать, что сборная Россия как будто жила. Ребята начали играть повеселее, поувереннее. Чехи, конечно же, расстроились. Им совершенно это никак не нравилось. Коварш, конечно же, у нас всегда как коварш. Не зря на нем провели два подряд силовых приема. Но и тут, к сожалению, удача отвернулась от нас. Опять ошибка россиян. И родил игрок сборной Чехии. Совершил прорыв по правому флангу. И отдал пас свободному коваржу. А коварш одно касание вогнал шайбу в дальний угол. Счет стал 3-2. Чехи, конечно, повеселели. Теперь они ведут счеты. Но наши не сдавались. Наши бились дальше. Шли вперед. Знали то, что ребята могут. Все об этом знали. И на самом деле нам, наверное, повезло то, что в конце третьего периода мы остались в большинстве. И тут же Олег Знарок берет таймаут. Выпускает налет звено СКА. Додонов, Шипачев, Гусев. Додонов полез на пятак. Но ему не удалось протолкнуть шайбу. И Шипачев у нас оказался первым на подборе. Увидел свободного Гусева. Отдал ему великолепный пас. И Гусев ни о чем не задумываясь, забивает гол в ворота сборной Чехии. И к концу третьего периода у нас счет становится 3-3. И у нашей сборной появился великолепный шанс на победу. Начинается овертайм. Играем трое на трое. Игроки уже бьются с последней силы, что с нашей командой, что со сборной Чехии. Было очень много опасных моментов овертайме. К сожалению, или к радостью, ничего не получил. На одной из сборной. И мы переходим на серию буллитов. Тут у нас буллиты были долгими. И последний победный буллит в исполнении Гусева, игрока питерского СКА. Он просто на нам разыка разложил, как манекена, ножку влево, ножку вправо. И в правый нижний угол заводит шайбу в ворота сборной Чехии. И победа, ребята, победа. Мы одерживаем победу над сборной Чехии. И счет у нас 3-4. Да, к сожалению, наша сборная проиграла шведам и финнам. Но хозяевам-то мы должны были как-то навалять. И мы это сделали. Мы навалялись. С чем я вас, друзья, и поздравляю. А также поздравляю с днем рождения тренера питерской команды СКА и сборной России Харис Виталинович. Сегодня ему исполняется 49 лет. Желаем ему счастья, здоровья и побольше побед во всем. И еще одна такая новость у нас появилась. То, что игроки Олимпийской сборной России по хоккею Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский вызваны на сбор основной национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Вот такие вот новости у нас на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели меня. Надеюсь на вашу поддержку. Всем большущего здоровья. Всем моим зрителям, подписчикам и новым подписчикам, лайкерам и дизлайкерам. Всем большущего здоровья. Спасибо вам, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хоккей продолжается. Хоккей никогда не заканчивается. Спасибо.